Вечер 12 января в селе Старое Шайгово для жителей улицы Рабочая неожиданно перестал быть томным. Горящая вазовская десятка разнообразила местный пейзаж. 12 января 2019 года в 20 часов 06 минут на пульт диспетчера ПЧ-22 поступило сообщение о пожаре в автомобиле по адресу села Старое Шайгово, улица Рабочая, в районе дома номер 29. Прибыв на место вызова было установлено, что происходило горение автомобиля ВАЗ-2110 открытым пламенем. Только события начали разворачиваться несколько раньше прибытия спецслужб. Горящий автомобиль заметили супруга и дочь Александра Ильичева, когда возвращались субботним вечером из бани. Глава семейства поспешил к месту трагедии. За плечами пенсионера 36 лет службы в местной пожарной части, поэтому он не растерялся. Подбежал к машине, открываю оттуда пламя с дымом. Смотрю, рука упала. Я потащил ее, не тащится. Хорошо, как говорит, сбоку здоровье мне дал. Рванул, думаю, или ноги, или жизнь. Жизнь дорожная, чем ноги. Вытащил его. Вот по тропинке по этой потащил туда. Ближе никто не подходит, боятся. Говорят, бывших пожарных не бывает. Пока все боялись подходить ближе, мужчина снова кинулся к машине. Проверить, нет ли еще людей внутри. Пострадавший был один. В это время супруга и дочь Александра вызвали спецслужбы и начали оказывать первую помощь. Его вытащили, положили на снег. Он уже, глаза у него были закрыты, он практически не дышал. Мы начали его трясти на грудную клетку, только кричали, дыши, дыши, дыши. После нескольких движений он вроде как начал прикашливать и вдохнул воздуху. И тут мы его все откачивали. Очень испугались, очень переживали, боялись. Ждали, когда быстро скорый подъедет. Скорый и пожарный расчет не заставили себя долго ждать. Мужчину передали в руки медиков. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию. Говорят, только благодаря действиям неравнодушных людей обошлось без ожогов. К слову, едва не погибший и его спаситель лично не знакомы. 50-летний мужчина приехал навестить друга, но не застав его на месте, остался ждать его возле дома в заведенном автомобиле. Почему машина загорелась, неизвестно. Ровно как и то, почему никто не реагировал на происходящее. Многие видели, проезжали, говорят, мы проезжаем, машина стоит, это горит, и никого нет, только у машины. Я подбежал, тоже никого не было здесь. Еще немного мог бы произойти взрыв, машина взорвалась, могло бы, и дома могли бы загореться от взрыва, и пострадали бы люди, которые находились рядом здесь, после потушения. С позиции человека, знающего Александр оценивает, авто горело не меньше 10-15 минут, поэтому до взрыва оставалось минимум времени. А еще пожар разгорелся совсем рядом с газопроводом, что с большой вероятностью могло закончиться трагедией. Авто выгорело практически полностью, водитель в больнице, но его жизни ничто не угрожает. А семья Александра Ильичева приняла благодарности, но не в них дело. В подобном случае поступить иначе пожарный в отставке просто не мог. Светлана Лашина, Павел Толобаев, Наши новости, село Старое Шайгово, Республика Мордовия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова